А доброго времени суток, любители страшных игр, с вами Брэйн, и я продолжаю играть в амнезии «Машина для свиней». Мы вышли на улицы города! На улицы города... Беги, мать твою, беги, хряк! Чё это такое? Блять, откуда он упал? Голый мужик! Кто залезает ментам на машину? Голый мужик. Кто в амнезии пугает нас часто? Воу-воу-воу, родной, у нас с тобой одна проблема, надо спастись, так же, как и тебе надо спастись, и мне тоже. Беги-беги-беги, косок дерьма, беги! Бедняки, не нужны никому, забери с собой сирот, и мир поблагодарен. Заставь исчезнуть шлюху, и джентльмен поаплодирует тебя. Ведь джентльмен-то и снимает этих шлюх, кто кому аплодировать еще будет. Убей нищего, и леди сможет гулять по улицам, не боясь. Как я их ненавижу больше, чем остальных. Ладно, ребят, остальное уже дочитайте сами. Бля! Блядь! Ребят, где-то свинья ходит, а куда дальше-то идти? В окно? Какого черта? Так, это не работает. А, сейчас еще это дело проверим. Тут же можно открывать ящики, да? Давайте посмотрим, нет? Нельзя. Все, замолчала, слава богу. Хорошо, тогда надо вернуться вниз, поискать. Может, что-то я упустил, а я так бежал быстро? Может, реально что-то было? Вот сюда, наверное. Беги, беги, мы хороши! Беги, хряк! Ребят, тут ничего интересного, так что ищем дальше. Проходики. Выходы. Сюда, может быть? Блядь! Гребаные дети, а! Что напугали так меня? Куда они побежали? Я что-то про... Это самое... Проворонил этот важный момент, и... Тут тоже заперто. Да, накал страстей, конечно, жесткий. Ничего не скажешь. Так, назад нас тоже не пускают. Я заблудился. Черт возьми, я банально заблудился. Может быть, они в дом побежали? Было бы, кстати, логично. Ну, музыка кайфовая, конечно. Так, тут у нас все закрыто. Нет, я, значит, какой-то проход, как обычно, не заметил. Сейчас будем искать, ребята. Сейчас найдем. Вот такое дело. Пара минут. Так, значит... Значит, значит, что... А, вот, вот куда они побежали. Понятно. Они побежали в подвал одного из домов. Я найду вас, маленькие сорванцы. Ой, там кого-то гасят. По-черному просто. Я стою перед зеркалом, держа пенис в руке. И отражение скелетсин. У меня ртом полный горчичного газа. Славный дурак, усмехается оно. Думаешь, ты правда не такой, как все? Да, записки меня радуют в этой игре. Реально. Я держу пенис в руке. Чудесно. Получилась даже рифма кое-какая. Так, тут опять лабиринты гребаные. Сейчас будем думать. Давайте попробуем наверх сразу. Чтоб время заря не терять, можно сразу выйти. Ух ты. Как оно красиво подсвечено, да? Классно смотрится. Как иллюминация. Прямо на Новый год елочку наряжаешь. Чё-то такое вот тоже. Иги, стой! Стоять, сынья! Бля, они пугают людей. Смотрите, простых. Чё он там делает? Фиги! Бля, он чё, наяривает в неё, что ли? Офигеть. Это жесть, конечно. Блядь! Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля! Бегом, бегом, ебёныч! Блядь! Бля, там их дохера! Беги-беги-беги-беги! А-а-а! Нет! Кусок дерьма. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Бля! Я куда-то упал, я не знаю, я проиграл или... А, нет. Клетка закрылась. Тебе спасаться надо! Дубина ты стойросовая, а не меня искать. Смысл? Здесь слишком много таких мук. Эти твари, шныряющие по улицам, все вышли из машинного зала. Пока я шёл, я насчитал три этих проклятых пневматических подъёмника. Что свидетельствует о том, что машина замышляла это всё уже в течение некоторого времени. То есть это машина! Это машина! Хорошо. Где мои грёбаные дети? Где мои грёбаные дети? Сука! Питчес! Чё, опять вниз, что ли? Один мой кусок. Я-то думал, уже обрадовался, что мы с вами... О-о-о-о... Пиги-пиги. Стоял и подслушивал там за стеночкой-то. Всё это дело... Подонок какой, а, коварный? Так, ребят, я-то думал, что мы реально с вами уже... Вышли на свободу, вдыхнули вкус, да? Запах. Нет, не тут-то было. Одной жилы не хватает, теперь я вижу, мы должны найти эти свитки, эти старые слова, написанные на металлических прутах. Светящиеся по тьме эти сумерки. То есть, получается, что? Мы ещё что-то должны найти. Какие-то слова, видимо, какое-то тайное там околя-моколя и заклинание, которое, видимо, остановит эту машину. Опять же, это всё мои догадки. Как я заметил часто в играх, мои предположения... То, что я вангую, всегда оказывается правдой. Как говорится, не мы, так и и жизнь такая, да? Так, ладно. Выходим. Белые халатики, белые халатики. Нам не нужны абсолютно... Вот, видите, мы уже выше. Вот я уберу. То есть... О-о-о-о! Смотрите, огромная мясорубка. Вот чуть ниже видно, да? Мясорубочка. Я навёл как раз курсор. И они фарш... Варят вам, получается, фаршик этот месяц. Жесть какая. Сейчас, если я этого учу и всё увижу, я там офиген. Огромная, смотрите. Такая центрифуга. Это просто жесть, на самом деле. Огромный бур. Там это всё, как на мясорубке, перемалывается. Получается просто однородная масса. Охереть! Если бы Ашот узнал о такой машине, я думаю, было бы очень интересно, да? Шаурма сразу бы стала чуточку вкуснее. Они сначала обшмаривают, чтобы... Я так понимаю, чтобы от волос избавиться. Так делают с домашними курочками. Общипывают. Потом на огне. Нормальная практика. Так. Я тут не могу бегать при всём желании, мы ходим еле-еле. Поэтому тут уже извольте. Закрывай нахер, этот шум уже достал. Реально, такой шум стоит в голове. Очень жёстко. Так, можно подняться наверх, а можно посмотреть... Почему я бегать не могу? Я не знаю, почему, ребят, но... Реально бегать невозможно. Э, тихонько. Ну, туда мы пройдём в любом случае. Может, какой-то глюк в игре? Я не могу ускориться. Всё происходит как будто в слоу-моу-режиме. Может, так и надо. Так, тут у нас прожектор. Посмотрим, что это такое. Вещество Х не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Я что-то сделал. Навёл этот прожектор на это вещество, видите? Прикосновение к этим проводам наверняка приведёт к летальному исходу. Теперь, чтобы запутать машину и наводнить систему, но на этот раз не с точными водами, а кипящей жидкой смертью. Да, видите, вот оно вошло в реакцию. Мы лучше побыстрее отсюда свалим. Посмотрим, чего у нас тут. О, твоё мать! Привет, братёнь! Да? Хочешь поймать меня, да, твою мать? Но у тебя не получится. Если я туда спрыгну, ну, это... Ну, это просто фатальный исход получается. Давай уже, шкандыбай отсюда. Он ходит, он тупо никуда не уйдёт, я так думаю. Ребят, меня реально пугает... Может, это какой-то глюк в игре, но я не могу бегать. Я реально не могу бегать. А может, тут нельзя. Хрен его знает. Просто если враги появятся, а они определённо появятся, то нам в любом случае придётся хоть как-то убегать. Может быть, реально раздуплиться. Горличка дальше. Но они будут свободны? Да, мой друг. Стрелан и сладкий, и освободился от пузырьки крови. свободен, чтобы вставить пузырьки к звёздам. И хорошие. Слово. Как мы их спасли? Покажи мне эти довольные, Мандас. Покажи мне эти хорошие. Я их не вижу. О, наконец-то вернулась Канышная. Да, давайте зайдём. А, нельзя зайти. К сожалению, пока что недоступно. То есть, проходов много, но большинство у них просто заперто. Так, что у нас тут? Какая, какая жесть, а? Представляете, реально там оказаться, вот в таком вот месте, ходить, вот это вот всё делать, на месте Мандуса. Так, не трогаем. От греха подальше. Огромные катушки, их надо брать, да? Угу. Их можно взять, но только непонятно, где их использовать. Что-то пока не ясно. А, нет, очень ясен. Я пока просто попробую их это двинуть, потому что они довольно тяжёлые, как можно заметить. Правда, непонятно, зачем я это делаю. Может, там какая-то вентиляция прикрыта? Да, нет, вроде бы. А, из этого можно сделать укрытие, кстати. Это можно скинуть, попробовать, да? Я чувствую открывшуюся возможность мою первую забастовку. Если остановить эти шестерёнки чем-нибудь достаточно большим, это должно перекрыть поступление хладагента, что приведёт к повышению давления и в итоге к разрыву трубы резервуара. Хорошо, сейчас мы это сделаем. Давай, кати, кати, кати! Отлично. Замкнуло к чёртовой матери, да? Чудесно. Смело. Дело сделано. Давайте пойдём посмотрим. Вот. И тишина. Ой, какое блаженство-то для ушей. Сразу тишина. Чинить, естественно, это никто не будет. Мы сюда зря, наверное, спустились. А ничего примечательного тут нет. Поднимаемся обратно. Так. Так. Всё? Ой, как хорошо. Можно ходить. Нету этого шума, гопота. Ничего, нормально. Всё тихо, спокойно. Какие должно быть. Так, тут ничего. Пойдём посмотрим. Может, какая-то из дверей открылась. А что, в принципе... О, что-то это... Что у нас тут открылось? Может, свинья ушла, кстати? Кстати, я совсем забыл. Может, он реально свалил, и я сейчас смогу туда проскочить по-быстрому. Так, давай ещё раз. Вот. А, я смотрю, что она уже не работает, как раньше, да? То есть, того эффекта... Просто нет. А, вот. Ага. Готово. Ух ты! Блядь! Бля-бля-бля-бля-бля-бля! Бегом. Бою мать, а. Теперь я смотрю, тут всё под электричеством. То есть, там вода, которая внизу. А туда мы явно уже не спустимся. Фроги. Фроги. Какой Фроги? А, он убился. Всё, ребят, вот как это надо было сделать. Конвейер сломался. Машина тоже. И убили эту свинушку. Теперь надо тут аккуратненько спрыгнуть. Аккуратно. Аккуратно. Вот я боюсь, что я не допрыгну. Я обычно лажаю в играх с этим моментом. О, хорошо. Давай. Главное надеяться, что всё будет хорошо. Так, что это твою мать, а? Какого хрена? О, старая любимая игра в насосики. Сейчас посмотрим. Здесь такая же лажа и там. Что-то типа загадки, да? Давайте смотреть тогда. Ох, нахер, да? Нравится мне это. Блин. По-моему, ребят, это пиздецки страшно. Мы просто разрушаем, я так понял её, да? Просто чтобы всё это нахер разрушилось. Да-да-да-да-да, давай-давай. Если нет, мы всегда можем переиграть, я думаю. Ой, бля, какая жесть. Смотрите, всё горит, к чёртвой матери. Бля. О, чёрта. А, оно уже под электричеством. Всё, ребят. Валим. Валим, валим, валим. Теперь можно нормально пройти. Побежали, побежали. Я брушу дождь экскрементов на твою голову. Ну-ну. Ой, что за мазафакерство тут творится, а? Так, нам определённо сюда. Тут у нас записочка. Никакого расточительства. Почитайте на паузе. Я уже устал эти записки читать. Оно, конечно, интересно. Там попадаются такие интересные моменты. Можно почитать. Смотрите, кровь. Просто течёт кровь по этим трубам. А мы тут были. Я, получается, что, вернулся назад, что ли, сам? Я был здесь? У меня такое чувство, что я реально тут был уже. Потому что некоторые локации, они реально похожи друг на друга. И создаётся такое впечатление. Ну, спускайся ты, не кряхти уже, ёпта. Сейчас спустимся, посмотрим, ребят, что там у нас. Внизу. Теперь она смертельно ранена, я в этом уверен. Она больше не свистит. Я чувствую, как она дрожит возле меня, как раненые звери, прижатые к земле. Мы свиньи, профессор. Мы все свиньи. Ну, да. Я думаю, что частично он в чём-то прав, конечно. Каждый человек в душе ведёт себя, как свинья. О, мы пришли. Гетки мои хорошие! Чё у вас тут за дерьмо? Домик строите? Чё-то какой-то неладный жест был. Мой адрес. О, боже. Так, они что, развернули меня обратно, да? Где я оказался? Я оказался в каком-то непонятном месте, смотрите. Это либо фарш, либо, блять, реально кровь. А может, и помесь какая-то, знаете. Что-то непонятное. Но мы идём по течению. Я соберу вас в белые облака, я соберу вас и заберу домой. Да, сначала ты это всё создал, весь этот ужас, а теперь ты понял свои ошибки и хочешь всё исправить. Ну, хорошо. Посмотрим, чем это закончится всё. А, мы вышли, какая-то огромная комната, какой-то огромный резервуар, что ли. И что-то похоже на алтарь. А, это лифт, я думал, какой-то алтарь. Вы мёртвые, блять? Надеюсь, вы уже не встанете. Можно полюбоваться. Приятного аппетита, друзья. Какой ужас, а? Какой твою мать ужас. Ладно. И я надеюсь, что мы наверх уже, наверное, отправимся. Не вниз, как обычно, а наверх! Бля. Бля. Не может этого быть, а? Мы реально спускаемся ещё ниже. То есть, видимо, в самое сердце этой машины. Вуаль поднимается, невеста ждёт. Словите пару сирот, и мир будет вам благодарен. Помогите проститутке исчезнуть, и джентльмены будут вам аплодировать. Это мы уже читали. Почему-то в этой заставке они решили... ...ещё раз нам об этом напомнить. Слушайте, Мимандас. Мои георги будут подниматься. Моя стена построена. Мои георги будут подниматься. Видите, с нами как раз из этого диалога можно было точно убедиться, что разговаривает эта машина, которую мы с вами и создали. Так. Угу. Хорошо. Ну что ж, продвигаемся. Я, честно говоря, думал, что концовка будет где-то серии 2 назад. Но, как мы видим, игра продолжает и очень даже неплохо радует. Я иду по туннелям, где раньше не ступала нога человека. В этом я уверен, а теперь только он и я. И не на рукавах пальто, мертвецкая тишина и ледяной воздух говорят о том, что я уже близко. Можно это открыть, посмотреть? Нет? Жалко. Жалко нельзя. Вы знаете, атмосфера вот сейчас реально напоминает чем-то первый Dead Space. Только вместо Айзека мы играем за Мандуса. Так, что у нас тут? Я вот думаю, стоит ли сюда макаться. Там дверь приоткрыта, то есть я в любой момент могу там пройти, это точно. А что у нас тут? Тут такое приятное, такое местечко. Такой ништячок, он зашкерится. Ну, я думаю, что монстры, если захотят, они в любом случае нас тут учуют, увидят. А если мы пугаемся, то кирпичики-то мы откладываем, они по запаху у нас найдут. Нафиг тебе укрытие. Воу, твою мать. Тут, кстати, довольно цивильно. Нету ни кишек, ни грязи, ни кровишки. Что у нас тут? Перерабатывающий завод Мандуса. Распределительные баки жидкостью аргона. Вход для служебного персонала. Хорошо. Бля, 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 бля. Это плохо. Это очень плохо. Ну, тут цивильно, да? Видно, что мы уже попали в свою обитель. Тут как-то поуютнее. Хотя вот эти вопли, крики, это, конечно, настораживает. Заметьте, мы все ниже, ниже и ниже. Вон эти катушки, кстати, да, по-моему, похоже. Мы уже с вами только что двигали. Похоже просто, визуально. Так, если моргает лампа, значит, либо духи, либо глюки, либо свиньи. Выбор небольшой, но то, что есть, реально представляет угрозу. Я банально не знаю, где тут прятаться. Поэтому вот такие вот дела. Так, я это дело обезжал по кругу. Тут нам не спуститься, разве что... А там кто-то лежит, смотрите. Похожий на главного героя Спарты, да? 300 спартанцев, точнее. Так. Джеральд Батлер, вроде так его зовут. Я нашел подъем, но, по-моему, я тут только что спустился, нет? Нет, значит, очень похоже. А что у нас тут? О! Тут можно пройти. Чудесно. Там детишки. Заперто. Не открывается и не поддается. И Тедди давно не было. Я уже соскучился по Тедди. В начальных записках, в начальных сериях игры, нам говорили, что надо следовать... Да, нам не говорили, это говорил сам герой. Что надо следовать за своими галлюцинациями. И они точно нам показывают, куда надо идти. Ой, бля... Что там за машина, смотрите? Мне кажется, что в этом помещении может быть что-то типа финальной схватки. Придется как-то убегать. Что-то такое делать. Воу-воу-воу. Так, а? Жесть, а? Вот это жопа. Жопа! Ла жоп. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Бля. Че это за звуки, а? Ох. Ох. Бля. Не может быть. Не может. Ох, нихрена! Готово! Первый готов. Я, правда, не знаю, что я сделал, но что-то... Бля. Готово! Ну, он вроде ничего там особо не делает страшного! А-а-а! Твою мать! Не надо! Не надо печалиться! Вся жизнь впереди! Открывай, закрывай! Так, давайте переосмыслим, ребят. Только что в попыхах с криком дыхания, да? С тяжкой бронью. Мы вроде как-то это прошли. Была какая-то электрическая свинья. То есть они делали опыты, видимо, и... Хотели создать что-то типа суперсолдат, каких-то хрена узнает. Обычные им уже не подходили. Они решили сделать электрических ублюдков. Ну, там было довольно просто. Он вроде бы как урона сильного не наносил, и... Бля, не может быть. Опять. Опять 25. Так, чего у нас тут? Такие укромные местечки, знаете, тут наверняка должна быть хоть маска или записка. Что-то такое. Выходим. Покидаем это злачное место. Мандус спускается к духам. Древние ацтеки верили, что они могут предотвратить апокалипсис, принося жертвы. История учит нас, что они ошибались. Хорошо. Посмотрим, чего у нас там дальше. Что-то как-то все затихло. Очень удивительно было. Я думаю, может быть, игра зависла. Нет. Вроде все нормально. Так, я куда-то вышел. Давайте посмотрим, послушаем. Я бы тебе дадил мою душу, чтобы тебе дадить этот мир и его долг. Ребят, я тут, наверное, сделаю перерывчик. Продолжим уже добивать амнезию машины для свиней, наверное, уже в следующей серии. С вами был Брэйн. Не забывайте, как обычно, подписываться, ставить пальцы вверх. Всего хорошего. Пока-пока.